Виально нового сейчас не происходит. У нас есть случайная величина, которая равна количеству чего-то. Ясно, что ее надо представить в виде суммы каких-то индикаторов, как если бы компьютер считал это количество. На компьютер спустилась из тучки случайная раскраска, по сути, случайная игра, да? И компьютеру надо посчитать количество одноцветных колясок в этой раскраске. Что-то надо перебрать. Этому компьютеру в каком-то цикле, да? И все. И будет математическое ожидание х. Отравняется математическое ожидание какой-то суммы. Давайте попробуйте осознать самостоятельно, какой и чему оно в итоге. Друзья, вот мне хочется представить математическое ожидание, в виде математического ожидания суммы каких-то индикаторов, и дальше применить стандартно нашу любимую линейность. У нас число флик может варьироваться от 0 до c и от 1. Число-то может варьироваться от 0 до c и от 1. Это правда, да. Ну, это будет математическое ожидание какого-то индикатора х.1 плюс математическое ожидание какого-то индикатора х.1 плюс 2. А, это будет плюс 2. Немножко, как-то окривил плюс. Ну, скорее, вернее, косил. Плюс m, mx с индикатором. Ну, не с индикатором, а с индексом. Да, с индексом. Так как у нас от 0 до c из n по s, то у нас, если мы начинаем снизить, то у нас будет c из n по s плюс. Нет, вот это вот не надо. Зачем c из n? Нет, смотрите, вы путаете значения, которые могут принимать x. Значения действительно меняются от 0 до c из n по s. Но индикаторы тут о другом говорят. Мы нумеруем просто все возможные s клики, каждая из которых могла бы оказаться одноцветной. Поэтому последнее слагаемое все-таки с номером c из n по s. Мы просто, просто, внимание, товарищи, чтобы всем было понятно. Мы просто взяли и тупо как-нибудь, совершенно неважно как, перенумеровали все к s внутри к n. У них c из n по s. Перенумеровали, честно, не от 0, а от 1. Значит, последнее будет с индексом c из n по s. Давайте скажем, что такое икситая. Мы здесь уже явно применили линейность, да, то есть мы раскрыли скобки, но это хорошо. Икситая это будет 1, 2 в степени... Не, 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 икситая это случайная величина. Это единица или 0. А, не стоит. Это индикатор. Да, это... Не торопитесь, да. Одна вторая получится, когда вы вам от ожидания возьмете. Да, да. Эксид это единица, если что? Так, если у нас есть... Мы уже занумеровали клики, да? И это номер клики, да? Если у нас есть компоненты... Компоненты... Клика уже есть, она уже есть. Компоненты КС. Почему компоненты? Компоненты, а клика. Вот и это уже не есть одноцветная клика, и мы зафиксировали. Всё, эта клика зафиксирована. Это клика с номером и. Значит, единицы если всё-таки что? Если... А, что если серёбра одного цвета? Если вот именно у и клики серёбра одного цвета. Если... У клики с номером и... Ладно так и напишите. У клики с номером и... серёбра одного цвета. Но тут важно просто осознать, чтобы вы поняли, как это правильно пишется. Если у, нет, если не у, это если у. Так, если у клики с номером и, все номер одного цвя. Так, а. Так, а. И ноль иначе. А теперь мы считаем математическое ожидание случайно личных сытая, которое принимает вот такие два значения. Один и ноль. То есть оно равно просто вероятности того, что один. Да. То есть вероятность, из которой у данной клики на С вершина все ребра одного цвета. У нас ребер будет С из С по два. Правильно, да. У С клики ребер С из С по два. И вероятность того, что каждый из них будет, это будет вероятность одна вторая. Ну, каждый из них красный. Ну, смотрите, тут есть тонкость. Вероятность того, что каждый из них красный, это, конечно, одна вторая. Вероятность того, что все они красные, это одна вторая в степени С из С по два. Давайте только скобки нарисуем. Одна вторая в степени С из С по два. Но ведь это вероятность того, что все они красные. А когда синий, столько же будет. Ну, значит, надо прибавить, наверное, столько же. Да. Из два случая, это не умножить. А вот здесь уже как раз прибавить. Вот здесь как раз прибавить. Либо они все красные, либо они все синие. Вероятность объединения событий – это сумма вероятностей. Нет, просто мы складываем две одинаковые причины, которые... А, ну, это все равно, что первого умножить надо, да. Или второго умножить надо. Да, я согласен. Ну, хорошо. Значит, да, давайте напишем. Так, это еще раз, да, и потом получим ответ вот здесь, в этом месте. Да, вторая степень. Ага, ну, и вот здесь что тогда получается? Ну, можно так, да, вторая степень. С позу на два и на цей зон пояс. Ну, спасибо, отлично. Ну, вот четче-четче тут надо работать, да? Все-таки надо аккуратнее осознавать, что происходит. Еще раз, давайте еще раз проговорим, чтобы все было совершенно понятно и четко. Мы взяли наш полный граф Каймель. В нем есть всего С из Н пояс штук, различных клик Каймель. И каждая из них, вот в этой нашей раскраске, каждый из этих клик может оказаться одноцветной, а может оказаться неодноцветной. Правильно? Вот мы берем, нумеруем все эти клики номерами И от единицы до С из Н пояс. И уже С из Н пояс, что? Мы берем их, нумеруем. И дальше вводим такой индикатор, икситая от омега. Это единичка, если у итой клики все ребра одноцветные, либо все красные, либо все синие. И нолик иначе. Естественно, сколько здесь единичек сложится, столько и будет одноцветных клик. А это нас интересовало, число одноцветных Каймель в раскраске омега. Так, друзья, я занувствую, или все-таки что-нибудь непонятное? Это все. Все понятно. Точно? Точно. Но, смотрите, смотрите. Вот, хорошо, по линейности математического ожидания. Получили, я бы, х равняется сумме. Матр ожидания икситого, поскольку икситая принимает только значение 1 и 0, как у нас уже неоднократно бывало. Это просто вероятность того, что икситая равняется единице. То есть вероятность того, что конкретная клика, вот я так нарисовал, под сардельку, под сардельку, да, под сардельку это клика на S вершину. Что вот эта конкретная клика состоит из ребер одного цвета. Ну, как это может быть? Она состоит из столько синих ребер, а она состоит из столько красных ребер. Вероятность того, что все ребра синие, это 1,2 в либнице из-за скоба. Но вероятность того, что все они красные, ровно такая же, поэтому складываем два случая и получаем дважды 1,2 в степени С из-за скоба. Ну, а возвращаясь к матожиданию, мы получаем дважды 1,2 в степени С из-за скоба умножить на число складываемых. На С из-за скоба. Все, сосчитали матожидание, да? Да. Ну, давайте я его чуть-чуть по-другому еще перепишу. Катя? По сути, можно убрать двойку и 2 умножить на 1,2 в степени С из-за скоба минус 1. Можно так написать. А мне, знаете, как нравится? Я хочу сказать, что 1,2 в какой-либо степени, там, капли, это то же самое, что 2 в степени минус скоба. Это правда? Да. Ну, мне так больше нравится записать. Поэтому 1,2 в степени С из-за скоба это 2 в степени минус С из-за скоба. Ну, а, соответственно, 2 умножить на 1,2 в степени С из-за скоба это 2 в степени 1. Минус С из-за скоба. Ну, это вроде понятно. Да. Так, чудесно.